Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, а свое особое мнение сегодня высказывает Азамат Исинчурин, руководитель департамента маркетинга Теледва Россия. И Юг. Юг, Азамат не подсказывает, да. И еще назову некоторые координаты, где работал Азамат в Пепсико, директором по маркетингу Вимбельдан, региональной дирекцией Урал, и стажировался в США. Здравствуйте, Азамат, зачем я все это рассказываю? Можно поздороваться, слушайте. Здравствуйте. Зачем я все это рассказываю? Спасибо за тем, чтобы было понятно, какие темы мы сегодня будем брать в особое мнение. А мы будем говорить о брендинге территорий в продолжении истории, которую инициировал клуб маркетологов. Потому что, напоминаю, сейчас, прямо сейчас, в Кирове проходит неделя рекламы, и брендинг такой красной линии проходит через все абсолютно круглые столы, семинары и, я не знаю, есть ли там лекции, но, в общем, любое мероприятие практически содержит эту тему. Правильно я говорю? Да, все верно. Я, собственно, тоже приехал конкретно на неделю рекламы, сегодня рассказываю про продукт. Но вот с нашей темой это очень тесно взаимосвязано. Немножко буквально, почему я не работаю в агентстве, я работаю в конкретных компаниях Теледва, но при этом в предыдущие периоды работал и с ФМСДЖ продуктами, конкретно с запусками. И вот в полях, на заводах, у станков смотрел, как это все делается. И вот сейчас делюсь опытом конкретно здесь, в Кирове, для малых предпринимателей, скажем, среднего бизнеса, как это все по-правильному делается. Ну, собственно, вот про брендинг территории тоже достаточно интересная тема. Да, сейчас я записываю малых предпринимателей, потому что я не думала, что мы выйдем на эту тему, а это очень интересно, поскольку с малым бизнесом, малым и средним бизнесом, много вопросов сейчас встает. Я не думаю, что только в нашем регионе, везде. Но давайте пока что про брендинг территории. И вот до эфира мы начали готовиться, до эфира мы заговорили о том, что вы знаете вообще о Кировской области, бывали ли здесь раньше. И вообще, когда вы приезжаете в новый регион, что является для вас отсылками или где источник информации о регионе? Ну, собственно, по Кирову я подготовился. Кроме стандартной Википедии я как раз начал уже делиться. Есть такой замечательный ресурс-городотека, где можно сравнить города, посмотреть на каком месте Киров. В данном случае по разным параметрам, по благоустройству. Если хочется услышать, ну, собственно, я не так давно переехал на юг, выбирал между двумя городами, Ростов и Краснодар. Но, почитав на сайте «Не сидится» отзывы о Ростове, и в прошлом году он был назван там номер один город по криминальности в Европе, я передумал это делать, собственно, переехал в Краснодар. Но если даже людям, жителям города хочется почитать всю такую правду подноготную, про свою, ну, как воспринимается, это можно как раз на таких ресурсах почитать. А кто туда засылает информацию? Это отзывы жителей или любого человека, кто побывал в регионе, или официальные данные какие? Нет, нет, это как раз сайт переезжающих, которые так или иначе или планируют переехать, или уже переехали, они прям пишут самые свои, там, первый-второй год жизни в городе, самые свежие отзывы. Не сидится. Не сидится. Ну, собственно, про Киров я как раз читал, и у меня такое восприятие, мне, собственно, я слышал историю про множественные переименования города. Мне очень по душе название «Вятка», сразу скажу. Ну и, собственно, ну, скажем, посмотрев разные истории мировые по городам, скажем, в моей голове восприятие Киров и «Вятка» совершенно разные два города, и совершенно какие-то непредсказуемые истории, которые могут всколыхнуть там такой зашумленный эфир, могут просто в голове остаться и уже остаться в ассоциации с городом. И вот сейчас, на данный момент, и «Вятка», и Киров, для меня совершенно два разных города, в разных, может быть, местах, и очень сложно понять, а где мы находимся прямо сейчас. Вот эта дискуссия, которая развивается в Кирове уже лет пять, наверное, она как раз, в общем-то, и, мне кажется, для людей, которые занимаются непосредственно там брендингом, или как-то с этим связанной, или, может быть, не только брендингом, а вообще пониманием того, как должен развиваться конкретно этот регион, она связана именно с самоидентификацией и определением. Потому что для того, чтобы регион развивался и привлекался сюда, начиная от инвесторов, заканчивая туристами, нужно понять, кто мы такие есть. И вот то, что вы сейчас сказали, что у вас разделение есть, еще в голове понятие Киров и Вятка, как двух разных даже мест, а значит разных людей, которые населяют это место, это, наверное, очень показательно, вот до тех пор, пока это существует, потому что спор идет, а значит есть и в наших умах местных жителей такое. До тех пор, пока это существует, видимо, самоопределение не случится, и мы какие-то, вот свою самость такую не покажем. Другой вопрос, надо ли ее вообще в принципе показывать. Поэтому мне бы и хотелось с вами, как с человеком, который много ездит по стране и видит разные регионы, поговорить на тему, а зачем вообще это нужно действительно, да, насколько зависит инвестиционная привлекательность региона, его развитие от того, как он определился, не просто там с брендом и значком, там, да, флагом, слоганом и еще чем-то, а как определяют люди сами себя, живущие в этом регионе. Вот вы переехали в Краснодар, сколько времени вы уже там живете? Получается чуть больше, чем два года. Ну и что, ваши ощущения совпали с тем, что вы прочитали на сайте «Не сидится», когда делали свой выбор? Да, и даже лучше. Расскажите. Ну, смотрите, сейчас достаточно активно, за последние несколько лет, Краснодар, ну, это с подачи местных торговцев недвижимости, не знаю, строителей, застройщиков, они развивали всякие истории с рейтингами, там, лучший благоприятный город, там, благоустроенный город, номер один, там, по экологии, хотя, ну, скажем, фактически местами это не так, но, в общем и в целом, они создали вокруг Краснодара образ, куда стоит переезжать. Потому что рынок рос, строительство росло, и уже там больше, чем люди там живут, они просто не могли покупать. Собственно, эта история сработала. Сейчас, ну, грубо говоря, по разным подсчетам, 35-40% жилья продается уже приезжим, по моим грубым оценкам, наверное, все-таки побольше. Оплачиваются перелеты, самолеты. Вот не хочу сейчас раскачивать Краснодар. Ну, нет, расскажите, а что значит оплачиваются перелеты? Чтобы посмотреть? Да-да-да, если закупаешь квартиру, ты потом тебе компенсируют перелеты. Даже так. Да вот так. Все, не-не-не, Краснодар не резина, ребят, все хорошо. Средники городочек, давайте я вот эту пиар-историю закрою. Нет, ну это интересно очень. А какая цель была у властей? Наполнить город кем? Или чем? Смотрите, вся история сложилась достаточно неплохо. И на данный момент неплохо складывается. Я общаюсь тесно с рекрутерами, с хэдхантерами, которые помогали мне еще при переезде, там, в поиске работы в том числе. Да, ведь очень важно, в ком заинтересован, да? В каких специалистах этот город заинтересован? Смотрите, как складывается. Приезжают молодежь и молодые, но, скажем, незрелые еще семьи. То есть один-два ребенка, они только-только идут в школу. Для меня лично пинком под зад был уже там, через год мой ребенок должен был идти в первый класс. То есть решать с переезда нужно было сейчас. И уже откладывать нельзя. Многие так думают. А это что? Это какой-то регион уже обучил этого человека, дал ему профессию, он на ногах, он генерит стабильный доход, а вот молодая семья по... Я маркетолог, я скажу, причем маркетолог, аналитик, такая бизнес-машина, которая умеет делать холодный расчет. Вот как раз вот эта семья молодая, она очень... Самый высокий уровень потребления, это и так молодой семьи. То есть мы, во-первых, подготовлены, мы зарабатываем, мы еще тут же тратим все. Для экономики это самый большой плюс. И по сути кто-то взрастил этого человека, эту ячейку общества. То есть тут затраты уже нет. Да, да, а Краснодар все получил. А дальше он приезжает со своей семьей, ему нужно купить квартиру, ему нужно детей разместить в хорошую школу, там, в детский садик, обустроить, одеть, обуть, отдохнуть. Да, и в принципе, поскольку молодые, позволить себе развлекательные учреждения, там различные образовательные учреждения, культурные, любые всякие разные. То есть вот что вы имеете в виду, когда вы говорите, мы тратим. Да. А старость еще далеко-то. То есть о пенсионных накоплениях задумываешься чуть-чуть позже. Вот такая история. Хорошо, то есть вот кого привлекал Краснодар. Краснодар, тогда и достаточные рабочих мест. Ведь это как раз люди, которые там в начале, еще не в самом пике, но в начале своей самой большой активности, такой экономической. С работы как раз туго. Больших городообразующих предприятий там немного. Очень много людей связано там с обслуживающим, сервисным бизнесом, малым бизнесом. Очень плохо, кстати, в плане инициативности южания, именно в плане предпринимательности. Появилась какая-то ниша. На коленке сделали что-то. То есть пока вот, ну, я скажем, я с Урала, с Башкирии. Пока северяне долго раскачиваются. Я по менталитету все-таки разделяю южану северян. Южане сделают быстро, но запустятся. Северяне долго будут планировать. И вот, скажем, люди так, скажем, более северно, они думают долгими историями, могут сделать более такой продуманный, качественный, долгий проект. Долгая дра. Сонно, да. Ну, южане хоть как-то, но запустятся. Вот эта история хорошо срабатывает, и там очень хорошо идет предпринимательство, много инициативных историй. И вот эти люди, кто переезжает, волей-неволей вынуждены самим, сами себе создавать рабочее место. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты. Это программа «Особое мнение», и у нас в гостях Азамат Исинчурин, эксперт по маркетингу. Продолжаем разговор. У микрофона работает сегодня Светлана Занько, и это особое мнение Азамата Исинчурина, эксперта по маркетингу. Я еще раз напомню нашим слушателям, что Азамат приехал на неделю рекламы, которая прямо сейчас происходит в городе Кирове. И тоже сориентирую, где вы, Азамат, работаете и работали. Руководитель департамента маркетинга «Теледва Россия», «Макрорегион Юг», работали в «Пепсико». Все правильно. Да, все верно. Крупные компании, международные. Да. Ну, скажем, я здесь рассказываю про продукт на неделе рекламы. Основные такие знания – это лидер мировой по производству МСГ-продуктов – это «Пепсико». Я работал конкретно в подразделении в компании «Вимбельдан». Ну, и, собственно, за три с половиной года, четыре впитал всю эту историю. Ну, очень активно там смотрели, наблюдали. Дальше уже вот сейчас работаю в компании «Теледва». У «Теледва» есть такая история. Мы, когда нам обращаются за спонсорством, скажем, это операторы, которые думают по-другому. И, скажем, вместо того, чтобы давать живые деньги, у нас есть фонд поддержки социального предпринимательства. Я стою там в качестве эксперта именно в направлении маркетинга. У нас разные эксперты, они просто помогают социальным предпринимательским проектам, делятся, вот, скажем, мы свои колокольни знаем достаточно много. Нас обучают большие корпорации. И мы абсолютно свободно приезжаем, бесплатно там рассказываем, отсматриваем реальные истории реальных предпринимателей, помогаем им советам, где что им улучшить свой проект. Вот я сейчас должна задать, я заматываю вопрос, почему это вас вдруг снесло на социальное предпринимательство. Мы даже не начали этот разговор, потому что до перерыва мы с вами закончили на том, что Краснодаре, вы, интересно, очень историю рассказали, как брендировался Краснодар с точки зрения привлечения кого-то или чего-то, вдруг вы перешли на то, что на социальное предпринимательство, видимо, это как-то связано с тем, что вы сейчас делаете в самом Краснодаре, правильно я понимаю? Нет, это я как-то попытался в эфире себя спозиционировать, рассказать, почему я из компании Тель-2 здесь вдруг рассказываю про продукт. Про продукт на неделе рекламы. Да, на неделе рекламы. Тогда я сейчас, подождите, вытащу из вас то, что мне интересно. Хорошо, давайте. Так, смотрите, прежде всего я цепляюсь за слово пепсико и продукт. И сразу вспоминаю вятский квас, который в процессе своего развития решил конкурировать с пепсиколой, кока-колой и прочими там газированными напитками. При этом-то менялась рецептура и позиционирование, и внешний вид, и потом еще был такой и вирусный маркетинг, и всякие разные, которые вы, наверное, видели на пресс-конференции с Владимиром Путином. Вот этот продукт, если мы будем оценивать, его подача, его упаковка, вся история, которая с ним связана, как вы ее оцениваете? И как это сказалось на имидже региона, если уж так? Ребята вообще молодцы. Я вот сейчас ехал, и мы просто видим вятский квас. Ребята просто молодцы. Они, во-первых, выставили как-то с подачи совершенно, насколько я слышал, случайно на прямом эфире. Но в любом случае... И вы верите в это? Смотрите, здесь спланировать достаточно сложно. Могу фактор, да, у человека был заряжен на вопрос, может быть. Но так или иначе, это хорошо сработало. И в целом, если оценивать, квас, в принципе, очень традиционный продукт. Глобальным брендам можно в нем конкурировать, можно в нем играть, но они эксперты немножко в другом. Они сделали свои продукты достаточно давно, развивают их там с течением времени. Хотя сейчас мы говорим про иностранные. Про иностранные, да, газировки. Но, скажем, у Пепсика есть тоже свой классный бренд, у Кока-Кола тоже есть свой классный бренд. Но это та территория, которая, в принципе, ее можно... Такая территория спроса, которую можно обслуживать. Вот в пользу квасу могу сказать точно. Прошлый год нахарактеризовался на рынке там soft drinks, таких газированных напитков, соков, общим падением. И росли категории традиционные квасы, росли категории минеральной воды. И там микрокатегория вода с соком. И, собственно, в принципе, у нас, по крайней мере, я бы не сказал целом за человечество, но идет в сторону оздоровления своего питания, то есть именно натуральности, многих-многих параметров. А компании, они не плохие, не хорошие. Они идут за тем же трендом. И, скажем, если сейчас появляется спрос на это, у того же Пепсика запустилась вода с соком. То есть, в принципе, людям нужен вкус. Люди любят удовольствие, они получают, просто водичку не хотят пить. Авиатский квас очень в тему сейчас. За прошлый год категория именно традиционных напитков, она выросла по цифрам 19-20%. Это очень хорошо. И, собственно, я думаю, это прям в тему. И если они будут дальше так же именно развиваться... А еще при этом, относясь к нашей теме, они спозиционировали бронетерриторию. Это прям великолепно, молодцы. Ну, просто плюсом казалось то, что в названии есть пятка, название, собственно, самой территории. И дальше, как бы, эта история пошла. Но сейчас, на данный момент, я так думаю, задача у них стоит построить дистрибуцию, да, побольше, побольше. Ну, и дальше, как бы сказать, мягко, не свалить качество, что ли. Что обычно, ну, часто случается. Часто случается. При расширении географии тут же начинается вот еще одна классная история. Я сейчас попробую вспомнить бренд. Собственно, очень традиционный. Ну, не буду сейчас рекламировать, я не вспомню, наверное. У них особенность была, что он трехдневный. И очень короткий срок. Вот, собственно, на этих преимуществах, которые не могут скопировать большие производители, местных производителей, огромные шансы, огромные территории, когда это можно обслуживать. И особенно в таких традиционных, здоровых категориях. Которые сейчас популярны, как вы говорите, очень. Нет, нет, это растет, да. Вот смотрите, ветский класс, как вы говорите, спозиционировался в том числе, и используя аутентичное название, да, вот ветка, да, и всю историю с этим может быть связана в чьих-то головах. Там, особенно, кто читал классику или интересуется историей. А может быть, кто активно поддерживал Никита Юрьевича Белыха, который рекламировал собственные персоны из своей региона, бывший губернатор наш. Вот, но, и это вот интересная дискуссия, которая завязалась в понедельник на неделе рекламы, и то, что вы сказали, там, идентификация себя с вяткой или с Кировым. Вот продукту никак не помешало, что продукт производится в Кирове, но использовать слово вяткой и так распространяется. Может, в принципе, нам уже успокоиться и использовать вятку только для выпуска продукции, а оставить все как есть, ничего не переименовывать и даже не задумываться об этом. Смотрите, я бы... Вот у нас с вами одна короткая жизнь. У нас бывают одни моменты, когда нам нужно выстрелить. У человека там очень мало времени на внимание. И распыляться по названиям, по направлениям и по стратегиям абсолютно не имеет смысла. То есть шансов выстрелить там городу, территории не так много. То есть такая зашумленность в голове, там, начиная с Бали до и Арабских Эмиратов. В головах у нас, у многих жителей столицы, дальше МКАД вообще ничего не существует. Поэтому какой-то истории центрально зацепиться. То есть у нас же как брендинг на территории две истории, которые важны. Это брендинг внешний, чтобы привлечь в себе инвесторов и жителей. Вот в плане жителей, я бы сейчас даже перечисляли, это инвесторов и туристов. Я бы добавил очень-очень важное значение жителей. Как вот Краснодар поступил, да? Да. Я сейчас наблюдаю достаточно такую печальную историю, которая происходит с моим городом, родным Уфой. И даже тот же Челябинск, который на 163 месте из 165 городов по экологичности находится, он предпоследний, привлекает больше людей из Уфы, забирает образованных, выросших. И та же Казань. Два соседа. А, и рядом Екатеринбург. Просто забирает ресурсы. В конце концов, сейчас вот активно растут, одни города растут, они просто расширяются, они в свое время сколотили некую историю, они вложились в дороги инфраструктуру. Сейчас, я почему считаю, что маркетинг и отдельно вот конкретно брендинг для Кирова мега важен, потому что сейчас такая конкуренция. Маркетинг когда нужен? Когда появляется конкуренция? Почему нет маркетинга в нефтепродуктах? Потому что там монополии. То есть, абсолютно, я вот, когда мне говорят, зовут куда-то поработать вместе, там, на проекте, я говорю, там нужна конкуренция или нет? Если не нужна, то смысла нет в маркетинге, там не будет честно. А сейчас это вопрос даже выживания, возможно, нет в территории. Не имея четкой картинки в голове, ну, скажем, не только у людей, инвесторов, там, властителей мира, мы там не получим инвестиции в какие-то отдельные города, а, в принципе, жители туда не потянутся. И, возможно, купив билеты, они будут покупать в Киров и в Вятку, как совершенно два разных города. Распыляться и держать одну старую историю, одну новую не имеет смысла. Своим холодным расчетом, рассудком, там, экспертизы маркетинга скажу, что Вятка имеет больше шансов. На выживание. На выживание. На выживание, привлекательность и так далее. С Вяткой ассоциируется очень много традиционных историй. Почему квас хорошо сложился? Потому что сложились очень многие маркеры, такие вот характерные. Традиционный продукт, в принципе, на рецептуре и традиционная территория. Люди верят в эту историю, у них вся картинка складывается. Сказать, что традиционный квас из Кирова не пойдет, да? Ну, как бы, не пойдет просто. Ну, да. Квас вообще плохо ассоциируется с современными городами, да? Но все равно он такой, да, исторический напиток. Хотя и с детства мы помним советский квас в желтых бочках. Ну, в любом случае, люди уже более мобильные и пакетированные продукты. Ну, рассыпи уже давно не наливают и не насыпают. А вторая вот история, я начал говорить про бандит территории. С одной стороны, внешняя, как мы выглядим снаружи. А вот там возникает небольшой конфликт. Вот это как мы внутри, как жители сплачиваемся. И здесь история такая, что есть некий возрастной пласт, который бьется с Акиров. Потому что с Акировым связано в основном промышленность, предприятие и так далее. И с Вяткой там дружат больше молодежь, которые там, ну, хоть как-то пытаются верить в свой город. Я не говорю, что у Вятки такая проблема у Кирова. Гораздо много, ну, очень много городов. И у Кирова и Вятки, скажем так, гораздо больше шансов на этой территории. Потому что здесь, вот как раз получая некое внутреннее единство под некой новой историей, можно достаточно многих вещей сплотить внутри, вплоть до общего порядка. Я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что оставаясь Кировым, значит, мы остаемся менее привлекательными для молодежи. Да, да. А вы, ну, если мы в эту историю пойдем, мы просто потеряем этот пласт, который будет развиваться. Дальше останутся старики и дедушки. И здесь, как бы, развивать уже город, ну, да, хорошо. А тут ведь еще экономическая ситуация, простите, что перебила складывать. Потому что с Кировым ассоциируется, как вы совершенно верно заметили, наше оборонное предприятие, которое получает госзаказ. Предприятие, которое сидит на госзаказовской игле, это не предприятие и не тот бизнес, который дает развиваться молодым. Да, потому что там нет никаких шансов построить свой бизнес, что-то там новое открыть и прочее. Есть стабильная работа, есть госзаказ, когда он заканчивается, заканчивается жизнь. Появляется снова, снова какая-то жизнь появляется. Но не частная, не твоя личная история, а история предприятия вот этого конкретного. Вот я думаю, вот эти товарищи, как раз они отстаивают старый Киров, название старая, преемственность. Они думают, что таким образом они утратят некие такие ценности прошлого века, советские ценности, которые мне так же добры, теплы и так далее. Но здесь нужно сказать, здесь позиции больше собаки на сене. Потому что для оборонных предприятий нету конкуренции. У них есть конкуренция внутри своя, но в целом для них не столь важна рыночная конкуренция. Им держаться, они ничего не потеряют. Если, ну, скажем так, гораздо меньше доли потеряют, если сменится название полностью официально. Поменяются справочник, ничего страшного, госзаказы также будут идти. То есть надо перестать беспокоиться за это, да, об этом поддержать новую свежую стилю. Если честно, вот я с прошлого года приезжал и понял, что ситуация вообще никак не поменялась пока. Не знаю, я всегда пугаю тем, что вот когда я общаюсь, там, я работал при, ну, в торгово-помышленной палате, постоянно общался с предпринимателями и даже с старыми предприятиями, которые вот, им нужно переобутаться, поменять полностью ассортимент. Мы с этим тоже работали, вот, проектными группами. Что я говорил, садился, ребят, смотрите, тренд вашего рынка такой-то, он падающий, растущий. Ваша позиция, на нем доля рынка падает, вот так, вот так, вот так, вот так. У вас времени, знаете, сколько? Через полтора года вы закроетесь. Ну, то есть, вот, смотрите, у вас не хватит для того, чтобы поддерживать, в принципе, свою себестоимость, ну, закрывать. По Кирову очень близкая история. Я готов пугать, но я не смотрел цифры. Если посмотреть по демографии, слава богу, Киров хорошо исправился. Я посмотрел, там, где-то в районе 11-го года пошли в плюс, то есть, по населению. И это очень хороший показатель. По многим другим условиям, в любом случае, у нас с соседними кризисными веяниями не так много времени. Год потерять на просто обсуждении? Да, да решите уже, наконец. Да, да решите уже, наконец, с самоидентификацией. Кировчане или ветчане, говорит Азамат Исинчурин. Это его особое мнение мы сейчас слушаем. Через две минуты снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Особое мнение идет в записи, потому что прямо сейчас наш гость Азамат Исинчурин ведет свою часть недели рекламы в Кирове, в библиотеке имени Герцена. И эта часть посвящена продукту, да, упаковке продукта, его продвижению. А мы сейчас с Азаматом говорим о городе Кирове, Кировской области, как о продукте, о его продвижении. И очень интересные вещи подметил Азамат, которые касаются не только названия Киров-Вятка, но и так, как это связано с нашей ментальностью, и как это связано с дальнейшими нашими действиями, вплоть до экономических каких-то там решений и стратегий. Я во многом с вами Азамат здесь согласна и с удовольствием слушаю, что человек, который занимается вроде бы маркетингом продукта, перекладывает эти простые вещи на экономику и на Киров, и на социальные какие-то связи, о которых сейчас хотелось бы поподробнее с вами поговорить. Я бы сейчас даже не про... хотя это, может быть, будет связано, да, вот история с соседством, вот, да, когда люди определятся, кто они такие есть, и как они в этом городе живут, и кого они привлекают в этот город, и хотят ли на самом деле, чтобы к ним кто-то приехал, может быть, нет, может быть, все устраивает. Во многом связано также с показателями вот как раз социальной активности бизнесмена. Вы говорили, что вы возглавляете фонд на предприятии на своем, на Теледуа, да, Юг, который, собственно говоря, занимается распределением средств, когда к вам вращаются по социальным проектам. Смотрите, там вопрос не совсем, это даже не столь, ну, фонд, это, так, не денежный фонд, а, скажем, есть некое сообщество, которое... Также разыгрываются гранты, конечно, но в области социальной предпринимательства, но здесь в большей степени мы делимся еще экспертизой. И это не южный проект, это, в принципе, Теледва, у нее свое отношение. Российский, все же. Хотя изначально это шведская компания, сейчас под Ростелеком мы находимся, но сохраняем вот этот дух других правил, дух ориентира на... Мы за малых предпринимателей, мы за средний бизнес, с нами есть и большой, и крупный бизнес, и банки, но мы понимаем, как нелегко быть там не монополистом, не средним игроком, а вот таким игроком, который бьется за свое место под солнцем. И здесь мы как раз свою экспертизу поддерживаем предпринимателей, основу социальных предпринимателей, ну, у нас там конкретно гранты именно в части социального предпринимательства выходят. К чему я это все говорил? Ну, собственно, давайте вернемся в тему, наверное, вятки Кирова. Здесь, с одной стороны, я перекладываю знания, в общем-то, общей маркетинговой на территории, здесь вот большой разницы абсолютно не вижу. Мы, когда у нас, у меня вот в части брендинга территории поймался на мысли, когда города, ну, вот конкретно и мой город, там, конкретно Уфа, и другие города, они иногда начинают во что-то такое играться, не понимая зачем. Брендинга территории, там название, аутентичность, ну, как минимум, там, вот вас зовут Светлана, у вас некий образ уже сложился, а вот конкретно у города конкретно не сложился. И он еще есть некая такая ора, но надо уже давно определяться, уже в этой истории работать. Вот я начал говорить про города, когда города вроде как придумали название, сделали какой-то конкурс замечательный там. Это настолько серьезная тема, что нужно, во-первых, это доверять профессионалам, делать какой-то большой тендер, конкурс, четко определять маркеры, которые будут хорошо считываться. Ну, как я вот, например, сегодня буду рассказывать про упаковку. У упаковки есть там. Простите, я вас приобрел, азамат. Давай мы сейчас вот это вот все, что мы сейчас наговорили, с азаматом вырежем и начнем заново. Давайте, мне что-то заплелось. Да-да, да-да, так и я тоже вас не так сориентировала. Сейчас мы вышли на нужную тему. Кто должен заниматься конкретным брендингом и маркетингом? Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, напротив меня Азамат Исинчурин, специалист по маркетингу, который принимает участие сейчас буквально вот прям в данный момент, потому что программа идет в записи, а в данный момент Азамат ведет сессию по продукту на неделе рекламы, которая сейчас проходит в библиотеке имени Герцена. Мы говорим о брендировании территории и о том, вообще-то нужно, не нужно, как это сказывается, на жизни каждого из нас. И резонно задать вопрос, а кто должен определять, как брендируется территория, кто должен этим заниматься? Я надеюсь, мы в стадии вопроса, нужно ли это делать, уже давно прошли. То есть да, это нужно. Нужно это быстрее делать, потому что времени мало. А вторая история, это должно быть абсолютно не народный конкурс. Это не должен быть народный конкурс. Дальше эту историю нужно, конечно, приземлять на жителей, чтобы это, ну, если это будут делать профессионалы, а это должны делать профессионалы. Это, ну, скажем, в части разработки, там, маркеров, брендов, там, вариантов написания названий, всех точек контакта, это все делают профессионалы. Ни в коем случае не народный конкурс. Но если это делают профессионалы, они также проникаются всеми идеями, инсайтами. Инсайты – это такие глубинные хотелки, глубинные идеи в головах людей, которые, чтобы потом это для них не отторгалось. То есть первая стадия – это серьезное погружение, вот, да, в нашу ментальность, изучение вот всех там течений, которые есть. Вторая история – это взгляд снаружи. И я, в первую очередь, наверное, за то, чтобы это, ну, как бы внутри это билось, не конфликтовало как минимум, а снаружи, чтобы это выглядело очень привлекательно и выпячивало те преимущества, которые есть. Вот, собственно, это однозначно должны делать профессионалы. Профессионалы есть вообще такие в стране? Вы видели такие истории, где работала команда, и она сработала эффективно? Ну, смотрите, я не эксперт в части брендинговых агентств территории, но я знаю, хорошо там знаком с брендинговым агентством, я знаю, что есть специфика отдельная, и просто нужно понимать, но в целом это подход как к брендингу товара, так как к брендингу других историй. Территория истории, собственно, это работа на узнаваемость, на запоминаемость, всё. Большой разницы нет в технологии. Глобальной вообще разницы нет. Территория должна также запоминаться, как какой-то товар, и оставаться в головах, всё. Сейчас вспоминается история с агломерациями, да, и вот эта пугалка, что не останется городов, кроме там сколько, я не помню, 10 названо агломераций, или сколько по всей стране, небольшая совершенно цифра, всё остальное превратится в деревню, такой пустоши и вымрет. И города, полумиллионники, как наш Киров, этот вопрос поднимают постоянно, пытаются залезть в разные программы, как раз, которые связаны с агломерациями, но всё чаще я здесь, в этой студии, слышу, что у нас ничего не получится у Кирова. Ничего не получится, город будет пустить, вот как вы про Уфу рассказываете, да, люди будут переезжать, и ничего здесь строить не будет. Однако, Краснодар, кстати, относится к тем городам, которые есть на карте тех планёров, что строят агломерации будущего. Киров не уверен, что он там есть, похоже, что нет. Однако, ничего не мешает нам выживать и не как агломерация, а как интересный город со своей самобытностью. Я вот, например, уже в своём возрасте не против жить в маленьком городе, уютном, чистом и понятном для меня и для моих детей. Ключевое слово, чистом, понятном. Смотрите, я вот начал, вспомнил такой момент. Окей, это мы сделали брендинг. Что делать дальше? Дальше, собственно, у меня любимая поговорка в части маркетинга, если нет реальных дел, не спасёт пиар-отдел. Ну, как бы и маркетинговый отдел тоже не спасёт. Очень многие территории, когда они сделали себе брендинг, не знаю, зачем, но сделали, не выделили свои преимущества, это или какие-то они такие фальшивые преимущества, которых никто не верит. Ну, там, город мечты, город для людей. Уфа, город в парке? Или город в парке? Как-то так вы сейчас позиционировались? Это лучше, чем ничего. По крайней мере, из 12 миллионников это был самый зелёный город. По моей памяти, по крайней мере. Вот, знаете, такую вещь в теории пирамиды Маслова. Вот, когда город сделался... Речь идёт о потребностях. Потребностях, да, да, да. Самая верхушка, это там высшая потребность, самая нижняя. Вот, как раз, когда город уже определился, кто он такой, в чём его преимущество, если он не закрывает потребности, начиная снизу, вот снизу не закрыто безопасно, а он начинает какие-то креативные территории создавать, велодорожечки, там, рисовать, какие-то, не знаю, хипстеры-блогеры зазывать. То есть, да, это замечательно, если ты самореализовался, у тебя есть благоустроенные территории, там, парки и так далее, и дальше ты наполняешь, вот, ну, как бы, самореализацию. Вот, возвращаемся на пункт номер один. Если нет реальных дел, он спасёт пиар-дел. То есть, определились с брендингом, определились, чем мы объединяем, рассказали подробно людям, за счёт чего мы будем жить, выживать, развиваться. Дальше уже постепенно начинаем с учётом конкретно вот этой одной идеи, глобальной. Вот, например, мы номер один, мы самый зелёный город. Я просто с головой сейчас взял, привязка к любому городу. Что мы должны сделать, в первую очередь, там, с учётом этой глобальной одной идеи, это просто такая же идея позиционирования. отрабатываем все истории, связанные, начиная с городом, это дороги, края. Края это, на что обращают люди внимание, это туристы, это набережные, всякие парковые зоны, стыковочные зелёные зоны, фасады. Собственно, вот край города, это фасад города. И дальше уже потихонечку, потихонечку двигаться вверх, там, наполнять истории, там, детсадов, ещё что-то. Замечательно, если у нас история, там, зелёного города, почему бы, там, не делать, не называть всякие зелёные технологии, постепенно, там, переходя на солнечную энергетику, это экономно, в том числе. Ну, и двигаясь постепенно, наполняя, и потом идти уже к самореализации. Ну, ни в коем случае. То есть, вот, некоторые в городах, действительно, наблюдая вот эту историю, администрации, ну, это как пляски, там, с неприкрытыми штанами, там, с дырявыми штанами, что-то из себя пыжится, пыжится, люди в это не верят, в первую очередь, люди в это не верят, а в итоге, ну, как бы, вся эта история разваливается. А вот про верят, не верят люди, как раз, всё-таки, с социальной ответственностью и социальными инициативами, какими-то, наверняка же, вы сталкивались, потому что, в каждом городе существуют, там, активисты, и, речь не идёт о людях, которые принципиально ничем не занимаются, называют себя активистами, как-то светится, речь идёт вот о людях, которые уже состоялись в собственном бизнесе или в своей работе по найму, но просто они такие природой созданы, что они не могут не, там, облагораживать что-то, не придумывать проект, не заниматься благоустройством, что очень распространено. Можно ли и нужно ли опираться вот на такие проекты тоже? Что делать с этими проектами? Они обычно связаны с парками, как раз со скверами, с очисткой рек и вот такими вещами. Их нужно как-то учитывать и привлекать. Или пусть они там барахтывают. Слушайте, как правило, такие люди, это прям счастье, если есть такие люди, в принципе. Просто вы заговорили про администрацию, которая может плясать там, да, с неприкрытым некими чтами тела, да, и что-то рассказывает. А эта администрация должна ли плясать вместе с активистами? Потому что, в ощущениях, в городах во многих они пляшут по отдельности. Слушайте, почему-то, ну, я, к сожалению, плохое мнение о чиновниках, потому что чаще встречал хуже практику, чем лучше. Какие-то истории зависти и там неприязни возникают. Большое счастье, если в городе есть такие люди, и самая, наверное, большая роль администрации в данном случае не мешать. Давать вовремя разрешение, давать там возможности продвижения таких инициатив, потому что инициативы такие, это счастье, если они возникают. Краснодару дико-дико повезло, просто, что у нас там есть центр магнита, Галецкий, и вот они не так давно открыли, там замечательный стильон, а потом еще рядом построили замечательный парк, никого не спросив, ну, конечно, естественно, согласовывал городом, но при этом, ну, скажем, свои собственные инициативы. То есть человек богатый, да, но он инвестирует назад, инвестирует, в город. Главное не мешать. Да, да, ну, я на самом деле слежу за развитием и Краснодара, и Ростова, у меня просто есть коллеги, с которыми мы знакомы, в том числе и главный редактор Эксперт Юг, и это очень интересно, как развивается история с, в том числе и с речками, вот оттуда я тоже черпала свои какие-то идеи, и здесь у нас в программе Урубана не обсуждались, оттуда рождались проекты, мы видим, что нельзя сказать, какой бы ни был город, южный, там активный или северный, медленный достаточно, но всегда находятся люди, которые заражают эти идеи, которые готовы их двигать и в массы, и выше, и куда угодно. Большая проблема, которую правильно подчеркнули, это все-таки оторванность администрации, чиновников от активистов, населения и прочего. Хотя, есть некоторые спасения в ТОСах урожающиеся, я не знаю, знаете ли, что это такое, да, Центры местной активности, территориальные объединения жителей, вот они сейчас сильно развиваются, и много вот таких практик тоже есть, о чем можно разговаривать. Но в целом, в целом, вот история с брендингом вот сейчас для меня высветилась какими-то другими вещами. Я понимаю, что, конечно, когда смотришь на эту историю прагматично, то, наверное, эту историю можно легко донести, в том числе, до тех, кто принимает решения, занимается стратегией развития региона, и они, может быть, по-другому посмотрят тогда и на взаимодействие вот и с населением, и с верхами, и с федерацией, и с кем угодно. Вообще, когда человек говорит с точки зрения прагматики, как-то все успокаивается, когда я сажусь обсуждать какой-то проект и вижу там менеджеров, большая компания, малых компаний, я спрашиваю, на сколько лет у вас здесь планы? Не по-русски немножко, а если у вас долгоиграющие планы, вы готовы обсуждать стратегии? Если у вас недолгоиграющие планы, там, год-два, два-три-четыре бюджета попилить, собственно, извините, нам говорить здесь не о чем. И, как правило, даже в своей команде где-то есть ребята, которые просто поработали в компанию, ушли в другую, на три-четыре года с тобой обсуждать стратегии вложения. Им важно в этом году выполнить план. И наоборот, если ты видишь, что у правительства региона нет стратегии, соответственно, можно сделать вывод, что у нас здесь ненадолго. Наверное. Я хотел на позитивную ночь оставить. А мы, я ни на что, ни на кого не намекаю на самом деле. Азамат Исинчурин, его особое мнение мы сейчас слушали. Напоминаю, в Кирове проходит неделя рекламы и Азамат сейчас тоже находится в Кирове. Повезет тем, кто с вами сегодня встретится и поговорит. Правда. Спасибо. Приятно было познакомиться.